Появилось еще одно доказательство того, что крымчане люди креативные. Опубликован список имен, которые жители Крыма давали своим новорожденным детям в августе. Среди этих имен Денис, Василиса, Сильвина, Ярамир, Эдгар, Орлен, Кямран. И список этот можно продолжать еще очень долго. Кстати, всего на свет появилось в этом месяце тысяча малышей, среди которых зарегистрировано даже пять двоен. Я хочу сказать, что как-то я делала сюжет о том, как крымчане называют своих детей. Было действительно очень много нестандартных имен. И среди них были даже девочки, имена были по названию цветов. То есть это была и роза, и тюльпана. Можете представить? Ничего себе. Да, я тоже на всю жизнь это запомнила. Это теперь, наверное, запомню и я. Кстати, о розах. Об этом наш как раз следующий сюжет. Индира Ганди. Так называется эта роскошная алая роза. Она восхищает не только размером и окраской бутона, но и сильным ароматом восточных благовоний. В Никитском ботаническом саду королеву цветов изучают уже более двухсот лет. За это время создали 300 сортов собственной селекции. Это вот сорт джим. Он интересен тем, что в связи с теми задачами, которые мы селекционно ставим, выполнены почти все. Сейчас очень модны сорта, которые имеют форму цветка старинной розы. Но старинные розы цветут всего повторно один раз. А мы добились многократного цветения. То есть эта роза цветет не 20-25 дней, 50 дней, а она цветет около 150-180 дней. Зинаида Константиновна – человек-легенда. 61 год занимается розами. Ей пророчили карьеру оперной певицы, но музыкой в ее жизни стали цветы. Моя судьба была предопределена уже моим происхождением. Дело в том, что мои родители были учениками Мичурина и Вавилова. Рабочих рук не хватало, поэтому надо было помогать родителям, в частности маме. И я после школы была у нее на участках и помогала проводить, например, подготовку цветов к скрещиваниям. Так, скрещивая и переопыляя, она вывела более 100 сортов видов и форм роз. В работе использовала самые неожиданные приемы, например, мутагенез с помощью гамма-пушки. Этот сорт розы называется «Пестрая фантазия». Выведен он в Никитском ботаническом саду еще в прошлом веке. Специалисты облучали семена розы ионизирующим излучением, радиацией, и получилась такая вот необычная пестрая краска цветка. Не так давно был опубликован каталог роз Никитского ботанического сада. Здесь 856 сортов. Ученые полным ходом реализуют накопленные знания. Уже в будущем году будет построен новый розарий. Море из роз раскинется почти на полтора гектара. За последние пять лет нами было также интродуцировано около 500 новых сортов, которые сейчас проходят размножение и изучение, и будут представлены на нашем новом розарии, который на данный момент строится. Мы планируем представить до 2000 видов формы сортов роз, как зарубежной селекции, новинки, так и исторические, которые уже имеют многовековую историю. Планируется даже организовать целую площадку для ароматерапии, ведь учеными выделено более 200 оттенков аромата этого цветка. Известно, что запах розы поднимает не только настроение, но и стабилизирует давление. Александр Ткачев, Алим Велиев. Утро нового дня.